Жизненно необходимые лекарства получили только после вмешательства ревизоров в погонах у подростка из поселка Октябрьска, что в Чердоклинском районе, сложной формой эпилепсии. Он с раннего детства страдал серийными приступами. Смягчить их врачам удалось только после операции. Но для поддержания жизни медицинская комиссия назначила дорогостоящие лекарства. В 2017 году нам сделали операцию на головной мозг. Убрали один тубер, чтобы не было приступов. Назначили дорогое лекарство ВИМПАТ, который нам стал помогать. Долго бились мы, чтобы нам его выдавали бесплатно. В итоге сейчас получаем. Но нам иногда его не выдают. А чем аргументируют? То закупок Минздрав закупки не закупил, то поставщики просрочили контракт. Решение искали уже вместе с прокуратурой. Действия органов власти признали незаконными. В судебном порядке региональный Минздрав обязали незамедлительно обеспечить ребенка-инвалида соответствующими лекарствами. Как говорит сама мама, препаратов должно хватить как минимум до мая этого года. В ходе прокурорской проверки действительно было установлено, что региональное министерство не выполняет свои обязанности, в связи с чем было подготовлено соответствующее исковое заявление в суд. Однако, не дожидаясь, и что отрадно сказать, решение суда, министерство регионально обеспечило ребенка лекарственными препаратами в полном объеме. К слову, права ребенка-инвалида в суде прокуратуре пришлось защищать не один раз.